Всем привет! С вами Алексей. У нас сегодня 3 мая и уже по традиции идет проверка работы PSN. Как мы видим, у нас здесь Гран-туризм вроде как стал показывать наш прогресс. PlayStation Store у нас работает и вроде как призы все отражаются. Давайте проверим тусовку. Первым делом, если честно сказать, ну тусовка не работает. Первым делом, проснувшись сегодня, я конечно же оделся. А вторым делом пошел настраивать VPN на своем роутере. Сделал все по инструкциям, но ничего из этого хорошего не вышло. После настройки VPN у меня вообще перестал работать интернет на компьютере. Перестал вообще либо где работать, но почему-то на смартфоне он и работал. То есть VPN помог только для смартфонов. Я уже все перепробовал. Спасибо всем, кто помогал мне, писал в комментариях различные способы решения этой проблемы. Я честно вам скажу, я все перепробовал. Все, что вы скидывали, все видео, все настройки, я их все перепробовал и не один раз. То есть я уже потратил просто дофигища времени на настройку вот всего этого. Если вы думаете, что я вообще ничего не делаю, то есть жду пока все само собой заработает. Нифига, как эта проблема появилась. Я сразу полез в интернет и перепробовал все-все-все возможные способы. Даже уже настройку VPN этого. То есть зарегистрировался в этом VPN. И там есть пробные периоды. С нескольких сайтов уже. Ни хрена мне, не получается. Может быть я что-то неправильно делаю. Но все по инструкции делаю, ничего не работает. Не знаю в чем дело. Так, ну у нас смотрите, призы стали отображаться. Может быть у нас запустится Гран Туризм. Давайте запустим. И сегодня у нас тест будет совсем не очень стандартный. Так, может быть наконец-то Гран Туризм запустится. Сейчас проверим еще какие-нибудь игры, которые мы с вами проверяем уже третий день. Так, ну что ж, загрузка идет. После вот этой картинки войдет ли у нас онлайн или нет? Хрен нас два. Как вы видите, ничего не изменилось. Я уже перепробовал все способы. И сегодня пошел вообще на крайней мере. На меры, знаете на какие. Я сегодня достал свой старый роутер. Вот он стоит подключен. На этом роутере прошло больше всего игр на PlayStation. Но тоже, я уже говорил, что все равно возникают проблемы. У PlayStation все равно возникают проблемы с серверами. Постоянно приходится настраивать то DNS, то еще что-нибудь. Вот здесь у меня новый роутер. Asus, который очень даже неплохой. И вот я решил сегодня пойти на крайней мере, достать старый роутер. И думал, может быть что-то с помощью него изменится. Также видите кучу всяких проводов. Там еще бардак, короче, под столом. Вот. К чему я все это? А к тому, что остается только ждать, пока что-нибудь заработает. Давайте напоследок что-нибудь проверим, как работает у нас Fortnite. Fortnite я уже разобрался, как включать. Но единственная игра, я говорю, в которую мне хочется поиграть, это Gran Turismo, который до сих пор не работает. Все сохраненки. И я даже не могу оффлайн в него поиграть, потому что Gran Turismo сделан так, что сохраненки он делает только при подключении к интернету. То есть в облаке, в своем каком-то. Поэтому, если ты хочешь поиграть в Gran Turismo, тебе приходится, и если у тебя нет интернета, тебе приходится игру начинать каждый раз сначала. Игра дисковая версия на диске. Если вдруг кто-то говорит, что надо диски, диски сейчас я вам покажу даже. Смотрите. Ой. Почему-то кнопка вытаскивания дисков находится в другой стороне. Кстати, кто-то у меня спрашивал о том, почему PlayStation у меня стоит боком. Давайте я вам покажу. Смотрите. PlayStation стоит у меня вот таким образом. Чтобы потом не возникал вопросов. Здесь у нас логотип кверх ногами получается. То есть она вроде как и так должна стоять. Здесь у нас диск выезжает. И здесь у нас кнопка включения. То есть диск, чтобы вытащить, у нас кнопка почему-то здесь. А чтобы выключить приставку, кнопка здесь. И диск выезжает здесь. То есть я, чтобы вытащить диск, чуть не нажал кнопку выключения. Почему приставка стоит именно таким образом? Потому что приставка у нас очень горячая и очень неудобная для подключения различных проводов А здесь у нас есть USB разъем Из-за этого скошного угла, я уже сто раз говорил, нифига ничего нормально не получается подключить И вот отсюда шаманит прям кипяток В общем, приставку PlayStation можно включать для обогрева небольшой комнаты Если я ее ставлю к телевизору, то есть вот этой частью к телевизору То приставка разогревает, раскащегаривает телевизор И за телевизор идет горячий воздух Там просто прям такая, как будто там батарея расположена Поэтому поставлена вот таким образом Если поставить в эту сторону, то диску некуда будет выезжать Ну, в общем, а почему я не могу поставить, допустим, подальше? Потому что у приставки короткий провод питания Поэтому у меня стоит она вот таким образом Надеюсь, вопросов больше по тому, почему так приставка не будет Так, давайте попробуем запустить Fortnite В Fortnite после последнего обновления сделано автоматическое переподключение Видите, попытка раз, попытка два И в Fortnite автоматически уже в самой игре встроено переподключение к различным серверам То есть, в самой игре вшито вот это вот переподключение То есть, нам остается только подождать, пока игра сама найдет нормальный, не знаю, IP-адрес И сама подключится То есть, почему-то в играх это решает люди Будь то игра, допустим, в Fortnite это исправили после прошивки последней И в War Thunder это работает Но в каких-то вот, короче, отдельных играх, которые не от PlayStation PlayStation вообще не чешется и не собирается решать эту проблему А какие-то вот сторонние разработчики, разработчики игр, почему-то эту проблему решают Но что-то у меня сегодня Fortnite тоже не хочет запускаться Ну сейчас, вход, вот повторная попытка, уже третья попытка То есть, нам не нужно тыкать кнопочку, Fortnite сам автоматически пробует переподключиться Используя несколько попыток Ну что ж, получится ли или нет В общем, если вы играете в Fortnite, то на PlayStation еще можно поиграть Я же, конечно же, сейчас после этой проверки пойду, включу Xbox и продолжу проходить игру RECOR На Xbox без проблем все работает Так, ну давайте протестируем Fortnite напоследок И попробуем запустить War Thunder War Thunder, он как всегда на высоте должен заработать Fortnite у нас сегодня тоже проблемка Давай Третья попытка не удалась Если не удается, нажимаем повтор, переподключить, нажать опять И пробуем опять переподключиться Так, попытка первая не прошла, вторая попытка сразу поперла В общем, приходится ждать какое-то время, чтобы подключиться Но, скорее всего, когда-нибудь она включится Давайте попробуем второй раз Если вторая попытка не пройдет, то забьем Ну, короче, раза с какого-то как-то повезет Может с первого раза запуститься, со второго там Или там, я не знаю, с десятого или сотого Если уж очень хочется поиграть, то можно, короче, подождать И игра когда-нибудь запустится Но это тоже Тоже неприятно Неприятно просто Так, давайте подождем попытку номер три В общем, народ Я все уже способы перепробовал Можете как бы не утруждаться Если хотите очень сильно мне помочь, конечно Спасибо всем Но все способы я уже перепробовал Так, ну-ка, в третий разочек Ну, короче, так вот Переподключаемся, переподключаемся И у нас уже сегодня вообще ничего не получается Повторить 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 Не, Fortnite у нас сегодня тоже не хочется работать Можно, конечно, попытаться Подолбиться На сервера Чтобы нас подключили Но ничего не происходит Давайте War Thunder проверим War Thunder Самая безотказная игрушка Которая всегда работала на PlayStation Кстати, вот War Thunder, к сожалению, нет на Xbox А на PlayStation нет такой игры, как PUBG Ну, PUBG, она как бы не бесплатная игра И есть куча доната Так, ну что, у нас тоже Даже War Thunder сегодня не запускается Попробуем Переподключаться несколько раз Даже War Thunder у нас сегодня Не заработал В общем, проблема Подключения PlayStation остается Я говорю, если бы она у меня была на гарантии Я бы отнес ее Ну, уже по гарантии Просто сдал бы в магазин К тому, что это не делали Ну, как видите, призы Все PlayStation Store у нас работает Вот То есть сеть подключена В интернет заходит Без проблем Что-то картинки подгружаются Плохо Картинки стали пропадать В общем, все через Через одно место В общем, работает Картинки что-то не грузится Но в магазин заходит Отображается у меня Вот остаток денег Сколько у меня там Так Ну, давай картинки Короче, сервер Сервер с картинками Тоже уже все Заблокирован Что бы еще у нас тут проверить Что у нас работало раньше Так У меня даже сегодня приходили Какие-то уведомления Вот Здоровый Лысин Ну что, с PSN заработал? Нет Вот Какой ответ Ладно, короче, народ Надоело мне колупаться Ну, буду Время от времени Включать, проверять Врубился ли Произошло ли чудо И включился ли PlayStation Если вы думаете Что я не звонил Провайдеру Который предоставляет Сеть интернета То тоже ошибаетесь Я тоже названиваю И тереблю Но толком Он ничего ему не может сказать Он говорит В принципе Те же самые настройки Что и вы мне Часто Скидываете В комментариях То же самое И говорит оператор Ничего нового В общем Пошел я В общем Играть на Xbox На сегодня все Пока Пока